В день празднования Великого Оптинского старца, преподобного Амвросия, святейший патриарх посетил святыни новообразованной Козельской епархии. Напомним, Козельская кафедра, входящая в состав Калужской митрополии, была образована решением Священного Синода 2 октября нынешнего года. Один из самых почитаемых и знаменитых монастырей в православной России – Оптина пустынь. Огромное количество паломников приезжает сюда ежегодно. Особый трепет у богомольцев вызывает Иоанна Притеченский скит, расположенный неподалеку от обители. Именно здесь зародилось Оптинское старчество. Святейший патриарх Кирилл во время посещения этого святого места приветствовал скитоначальника отца Тихона и монашествующих. И жизнь людей, живущих в скиту – это особая жизнь. Если в монастыре еще значительная часть внимания уделяется нанесению различного рода послушаний, то здесь в первую очередь молитва и духовный подвиг. Работа над самим собой. Покаяние. И вот через эту молитву в скитах всегда и произрастали особые духовные плоды. Дай Бог, чтобы и этот Притеченский скит, средоточие духовной жизнью Оптиной пустыни, сохранял свою силу, помогал тем, кто сюда приходит, жить или просто для того, чтобы помолиться и побыть некоторое время, приобщиться к духовному подвигу оптинских старцев. В Дарскиту святейший патриарх Кирилл передал икону святого благоверного князя Даниила Московского. Далее в сопровождении губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и митрополита Калужского и Боровского Климента предстоятель посетил город Козельск и осмотрел его достопримечательности и святые места, в частности старинный Благовещенский храм. Козельск имел трудную историю. В советское время только эта церковь оставалась единственной открытой для богослужений. Его святейшество в проповеди отметил, что рад видеть то, как сегодня живет город, и его сердце радуется от того, что в храмах много детей, молодежи. Сегодня Козельск переживает очень важный период своего возрождения. Я имел возможность проехаться по улицам Козельска, увидел благоустроенный город, очень приятный, и наверняка спокойный для жизни. Красивые, отремонтированные дома, чистоту на улицах. Но самое главное, я увидел возрожденные храмы. И шесть храмов в городе Козельск являются ярким свидетельством того, что возрождается наше Отечество, возрождается Святая Русь. Но храмы без людей имеют лишь только культурно-историческое значение. Они становятся центрами духовной жизни, когда они наполняются народом. Визит святейшего патриарха Кирилла в Калужскую землю подошел к завершению. Напоследок его святейшество благословил собравшихся и добавил, что сохранит в своей памяти эту встречу, замечательный солнечный день, красивый город Козельск и добрые лица его жителей.